Еще о приближающемся Новом Годе и, конечно же, связанных с ним сюрпризах. На пресс-конференции губернатор пообещал сделать подарок многодетной семье из села Никольское. О ней мы недавно рассказывали. Напомню, у Петра Евгении Назаренко пятеро детей, младший сын с серьезным заболеванием. В хозяйстве две коровы, лошадь и поросята. Назаренко очень дружная и работящая, но скромная. Никогда не жалуются и ни о чем не просят, хоть и очень нуждаются в поддержке. Мы рассказали Александру Усу, что семейство очень хочет приобрести доильный аппарат и пресс-подборщик. И губернатор решил исполнить их мечту. Вот как это было. Перед Новым Годом, Александр Викторович, принято дарить подарки. Может быть, получится сделать такой подарок этой замечательной семье из Никольского. У меня вот такие люди, энтузиазды, вызывают не просто уважение, а искреннее восхищение. Давайте вот мы с вами туда в гости съездим, когда будет время у вас, у нас. А что касается этой просьбы, доильный аппарат, пресс-подборщик. Давайте я вот поручу правительству изыскать средства и не затягивая буквально вот в январе такой подарок сделать. Но причем, давайте договоримся, что это не подарок губернатора, а это подарок всех жителей Красноярского края. Ну что же, и прямо сейчас на прямой связи со студией села Никольская семья Назаренко, которая, как вы только что слышали, получит этот подарок. Это Евгения Константиновна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие у вас чувства? Вот ожидали ли вы этого? Здравствуйте, Вячеслав. Ой, да. Нет, конечно. Мы даже не думали о таком и не мечтали. Для нас это огромный сюрприз и прям огромное что-то такое. Внутри все аж кипит от такого подарка, от такого сюрприза. Чувствуется. Скажите, пожалуйста, вот этот подарок, что он для вас значит? Ой, ну для нас он очень многое значит. Раньше нам приходилось в августе месяце ежегодно, помимо того, что собирать ребятишек в школу, плюс нам нужно было 70 тысяч обязательно потратить на то, чтобы спрессовать это сено. Просто этот пресс-подборщик нанять и скрутить рулоны. Для нас сейчас это просто огромный помощник будет в нашем сельском хозяйстве. И благодаря ему мы сможем развить свое сельское хозяйство больше и больше. Уже не две коровы, не три, а около десяти. Ну что ж, Евгения, огромнейшее вам спасибо. Хочется поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всего самого доброго. Ну и, конечно же, видите, вот чудеса случаются. Это прям вообще не то, что чудеса. Я бы хотела всем гражданам нашего края и всей России, чтобы они как можно больше верили в чудеса. И ждали, что они когда-нибудь сбудутся. Так же, как и наши. Замечательно, огромнейшее вам спасибо. Спасибо большое.